Доброе утро! В эфире 12 канала новости в студии Елена Бабкова и коротко о главном. Антикризисные меры. Губернатор обратился к депутатам ЗАГСобрания. Иногда и черная полоса становится взлетной. Чтобы так случилось, нам с вами предстоит еще очень много работы. Александр Бурков рассказал о поддержке о МИЧЕ и бизнеса в условиях пандемии. Без талонов и предварительной записи. Врачи всегда готовы оказать, не нужно ждать. Лучшие специалисты ведут прием телестудии 12 канала. Как получить скорую помощь в эфире? Отомстил с огоньком, а МИЧ спалил авто водителя, который подрезал его на дороге. Когда главная деталь – это фанаты. Если бы я делал пазл, это было бы фото команды на арене, полностью заполненной болельщиками. Боб Хартли пообщался с поклонниками авангарда. И заключат друг друга в крепкие медвежьи объятия или разбегутся по разным вольерам. В Большереченском зоопарке налаживают отношения гули и забавы. Александр Бурков поручил организовать в регионе оплачиваемые общественные работы. К ним будут привлекать и МИЧей, которые попали в тяжелую финансовую ситуацию из-за пандемии коронавируса. Заявление было сделано на заседании регионального ЗАГСобрания. Губернатор обратился к депутатам и подчеркнул. Режим самоизоляции сегодня спасает жизни Амичей, но вместе с тем наносит серьезный удар по экономике. К концу месяца уровень безработицы в регионе может вырасти в два раза. И в самой сложной ситуации окажутся те, кто получает серые зарплаты. Глава региона отметил, нужно сделать все возможное, чтобы люди не остались без средств к существованию. Прекрасно понимаем, что в первую очередь без работы, а значит и без средств к существованию останутся те, кто заняты в сером секторе экономики. Законом они не защищены. И тем не менее, мы должны, мы обязаны дать им возможность работать и кормить свои семьи. Поэтому я дал поручение рассмотреть возможность организации оплачиваемых общественных работ. Чтобы те, кто остались сегодня не у дел, могли быть заняты в благоустройстве, в озеленении города или строительстве дорог. Отчисление налогов от предпринимателей уже снизилось, по прогнозам экспертов. Областной бюджет потеряет около 10 миллиардов рублей. Губернатор подчеркнул, необходимо оказать поддержку бизнесу и сделать это как можно быстрее. Среди федеральных мер сегодня активно проводятся переговоры с банками по поводу предоставления предпринимателям налоговых каникул, а также возможность налоговых послаблений и снижения страховых взносов. Глава региона отметил, помимо федерального, в регионе разработан собственный план антикризисных мер. Это снижение ставок по упрощенной системе налогообложения, снижение транспортного налога для некоторых категорий бизнеса до 0%, налога на имущество и в 10 раз уменьшится стоимость патента для всех видов деятельности. Кроме того, региональное правительство ведет переговоры с частными арендодателями об отмене платы для малых и средних компаний. Все меры будут действовать не с апреля, их оформят задним числом с 1 января и продлятся они до конца года. Ситуацию, которую мы с вами переживаем, на мой взгляд, подходит афоризм. Иногда и черная полоса становится взлетной. Чтобы так случилось, нам с вами предстоит еще очень много работы. Уверен, что вместе мы одолеем коронавирус и вместе восстановим экономику. У нас еще будут поводы гордиться цифрами, отражающими улучшение социально-экономической ситуации в нашей Омской области. Ну а подробные материалы об итогах заседания регионального законодательного собрания смотрите в следующих выпусках «Часа новостей». И сегодня же губернатор сообщил, четверо омичей с диагнозом коронавирус сейчас в тяжелом состоянии. Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего же диагноз поставлен уже 45 омичам. 19 человек в Омске уже смогли побороть инфекцию, их выписали из больниц. Что касается цифр по стране, по данным на 22 апреля в России 5236 новых случаев заболевания в 78 регионах. 513 человек с начала пандемии скончались. 700 тысяч средств индивидуальной защиты омским врачам в регион поступила гуманитарная помощь. Ее предоставила «Газпромнефть». Сегодня компания реализует масштабную антивирусную программу. В наборах для медиков самое необходимое – маски, респираторы и комбинезоны. То, что сегодня купить самостоятельно практически невозможно. Подробности у Екатерины Балучевской. 650 тысяч масок и 4 тонны антисептика. На складе «Газпромнефти» отгружают первую партию из 700 тысяч средств индивидуальной защиты. Все для омских медиков. Сегодня врачи на передовой борьбы с коронавирусом. Каждый день рискуют собственными жизнями и практически живут на работе. В усиленном режиме трудятся и доктора городской больницы номер 11. Помощь «Газпромнефти» как нельзя кстати. Учитывая, что количество пациентов увеличивается и, соответственно, требуется значительно больше средств защиты. Поэтому мы очень благодарны, что эти средства защиты поступают к нам в регион. Сейчас основная задача – защитить наших сотрудников. Гуманитарную помощь оказывают в рамках программы «Газпромнефть» медикам. Ее цель – поддержать тех, кто находится на переднем крае борьбы с COVID-19. Средства защиты предоставляются врачам бесплатно. В скором времени в регион поступят также специальные комбинезоны, защитные очки, перчатки и современные респираторы. Последние, к слову, можно использовать намного дольше, чем маски. Нам привезли на самом деле колоссальное количество масок. Вот это просто для нас счастье. 650 тысяч масок нам они нужны. На сегодняшний день наши медицинские работники имеют месячный запас всех необходимых средств защиты индивидуальной. Но, тем не менее, никто не может сказать, насколько сценарий будет развиваться. Мы крайне благодарны «Газпромнефть» за то, что наши врачи и наш регион не остался в стороне. Средства защиты распределят по всем учреждениям, которые сегодня принимают зараженных коронавирусом пациентов, оказывают экстренную и амбулаторную помощь. Несмотря на то, что маски и респираторы сейчас дефицитный товар, наши медики будут ими обеспечены. И этим программа помощи омским врачам не ограничивается. Мы начали с того, что стали бесплатно заправлять все машины медицинских служб в трех сибирских городах. На наших станциях G-Energy будет производиться, по всей стране будет производиться бесплатная замена масел для машин скорой помощи. Мы будем продолжать программу поддержки врачей и надеемся, что врачи и с нашей помощью в том числе смогут успешно бороться с коронавирусом. Компания уже готовит новые ресурсы для поддержки медиков. Екатерина Булучевская, Сергей Гаврилов, 12 канал. Амичи получили консультации врача, не выходя из дома. На 12-м канале премьера программа «Срочный вызов». Она дает возможность нашим зрителям в прямом эфире пообщаться с узкими специалистами и получить ответы на волнующие вопросы в условиях самоизоляции. Когда выйти из дома, можно только чтобы получить неотложную помощь. Первым гостем в виртуальной приемной стала врач-эндокринолог, профессор медицинского университета Инна Друг. За получасовой эфир доктор ответила на десяток вопросов. Рассказала о том, как лучше восполнять нехватку йода, как заболевания щитовидной железы влияют на эмоциональный фон. И дала рекомендации по приему препаратов, а также объяснила, как следить за здоровьем в условиях пандемии. Следите за своим самочувствием. Пациенты с сахарным диабетом обязательно должны следить за глюкозой крови. Может быть, немножко чаще ее мониторировать. Почему? Потому что, вы уже сказали, в условиях самоизоляции меньше двигаются, меньше глюкоза расходуется. Другая сторона медали не нужно терпеть. Если есть симптомы, с которыми вы не можете справиться, та же самая глюкоза очень высокая. И неотложную помощь в ситуациях острых и неотложных врачи всегда готовы оказать. Не нужно ждать. Виртуальная приемная будет работать каждую неделю. Зрители смогут в прямом эфире задать вопросы врачам самых разных профилей. Кардиологам, пульмонологам, дерматологам и другим докторам. Приглашать будут тех специалистов, в чьих консультациях нуждаются сами амичи. Поделиться своими предложениями можно по телефону, указанному на экране. Ну а повтор программы от 22 апреля смотрите сразу после этого выпуска новостей. Отомстил за несоблюдение дорожного этикета. Амич поджег автомобиль водителя, который подрезал его на дороге. Своего обидчика мужчина преследовал до самого дома. Когда узнал, где тот живет, еще несколько дней продумывал план мести. И в итоге, проезжая мимо вместе с другом, злопамятный амич взял у того канистру бензина. На лембе бензина. Я как-то сильно не думал, зачем, что. Спрашиваю, зачем тебе. Он как-то сказал, что сейчас что-то пойду сжечь. Что именно, я думаю, балдеет, что ли. Ну и все. И он ушел, минут семь его не было. Я сидел в машине. Думаю, где он есть. Оборачиваюсь, смотрю зарево. Ну, такое сияние. Увидев зарево, товарищ злоумышленника тут же уехала. Поджигателя пытались догнать случайный прохожий, но он скрылся во дворах. Полиция задержала его уже по домашнему адресу. Возбуждено уголовное дело. Мстительному амичу грозит до пяти лет лишения свободы. А в Колосовском районе огонь едва не уничтожил населенный пункт. Большой пожар произошел в деревне Тоскотлын. Там сгорели сразу три дома, магазины и еще семь нежилых построек. Пожар тушили семь часов. Общая его площадь составила больше 800 квадратных метров. Огонь распространялся очень быстро из-за порывистого ветра. На тушении было задействовано 13 спецмашин. Напомню, что в минувшие выходные в Горьковском районе едва полностью не сгорела деревня Осиповка. Там восстановлению не подлежат 10 домов. Также серьезные пожары были в селах Муромцевского и Большереченского районов. И это несмотря на то, что сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. О делах на карантине, увлечении спортом и интересу к НЛОМ Боб Хартли ответил на вопросы болельщиков. На связь с фанатами главный тренер «Авангарда» вышел из дома в Канаде. Там сейчас тоже карантин. Так что рулевой ястребов много времени проводит в домашних заботах. Чистит двор и готовит рассаду цветов. При этом остается на связи с хоккеистами «Авангарда» и тренерским штабом. Общается и со своим коллегой из Ярославского локомотива Майклом Пеллино. Последний недавно перенес коронавирус, у него пока еще сохраняется кашель, но в целом канадец чувствует себя хорошо. Сам Хартли держит себя в форме и регулярно тренируется. А вот поддерживать хорошее настроение помогают болельщики. Кстати, именно картинку с ними он бы выбрал, если бы делал пазл. «Это было бы фото команды и болельщиков, ведь команда без болельщиков – это ничто. Если посмотреть на нашу ситуацию в последних двух сезонах, с учетом случившегося с ареной в Омске, было бы и очень непросто. Но у нас появились новые болельщики в Балашихе. Нас по-прежнему любят в Омске. Если бы я делал пазл, это было бы фото команды на арене, полностью заполненной болельщиками, которые болеют за нас. Ведь главное – получать удовольствие». Ну а сейчас время хороших новостей. Спонсор рубрики «Сеть магазинов. Удомать у Калиночка» и П. Сорокина Оксана Владимировна. В Большереченском зоопарке решили подружить белых медведиц Гулю и Забаву. Последняя приехала в питомник почти месяц назад и все это время была в карантине в отдельном вольере. Теперь двух хищниц решили поселить вместе. Затем территория позволяет. Помимо широкой лужайки в клетке ветеран Шигули есть водоем, в котором водится рыба. Его Забава уже протестировала. На день гостью выпускают в вольер. Хозяйку держат тут же, но пока за ограждениями. Через перегонку они видели друг друга, понюхались. Забава, она отреагировала так доброжелательно, с интересом. А вот Гуля была против, пока что знакомство порычало. Мы понимаем, что пока что еще рано, как бы говорить, это громкие слова. Но было бы идеально, если бы они подружились и жили бы в одном вольере. Налаживать дружеские отношения между хищницами будут несколько недель под руководством специалистов московского зоопарка. Все происходящее работники большая часть снимают на видео и отправляют столичным коллегам. Шанс на успех есть. Около 15 лет назад Гуля уже делила вольер с белой медведицей Рухлядой. Позже ее увезли в Пермский зоопарк. Несколько лет дамы мирно соседствовали, при этом по разные стороны вольера расходились лишь на время обеда, так как молодая медведица частенько объедала Гулю. Примечательно, что именно за еду эти хищники обычно дерутся и в природе. Если же пропитания хватает, мирно соседствуют на одной территории. Ну а мы продолжим следить за тем, как ситуация сложится в Большеречи. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Омск Сайдинг Инвест. Металлочерепица, профнастил, окна ПВХ. 999-222. И о погоде. Спонсор прогноза ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. Сегодня, 23 апреля, в регионе переменная облачность. Температура воздуха в Омске днем до 24 градусов тепла. В районах дневные часы на термометрах 14-16 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров. Фуртутного столба. Построил дом, посадил дерево, вырастил сына. Поставь теплицу. Выставка продажа теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Доставка бесплатна. Монтаж быстро. При покупке теплицы скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Телефон 50 50 23. У меня на этом все. Далее на 12 канале программа «Срочный вызов». Ну а следующий выпуск новостей смотрите в 12.30. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...